В зону специальной военной операции из Тувы отправили очередной гуманитарный груз. В едином республиканском штабе большой новогодний груз был собран благодаря жителям республики, общественным организациями и предприятиям. Вся Тува приняла участие в подготовке и сборе новогоднего груза в поддержку своих земляков. Жители выстроились в ряд, передавая друг другу коробки с продуктами и вещами. Такую поддержку Тува готова оказывать своим землякам повсеместно, пока будет нужно. Груз состоит из продовольственных и непродовольственных товаров. Непродовольственные товары – это у нас технические средства, тёплая одежда. Также у нас в составе гуманитарной помощи две единицы автотранспортной техники. Также у нас по продовольственным товарам – это продукты питания. Также у нас мы направляем сегодня мясо. Также у нас загружаются в настоящее время именные посылки для военнослужащих, отростников военнослужащих. Сопровождать груз будет делегация из Кызыла в составе семи человек во главе с заместителем председателя правительства республики Тимуром Кулором. В составе делегации есть и журналисты. Это уже моя вторая поездка будет. Первый раз мы ездили в Северодонецк, Лесичанск, Рубежный. Вот это уже вторая поездка. Здесь чисто идут, можно сказать, даже новогодние, предновогодние подарки нашим бойцам, чтобы поддержать их. Но больше всего я, конечно, боюсь за свою аппаратуру. Это одна поездка и все, что может случиться, буду снимать на телефон. Несмотря на позднее время и крепкий мороз, борт был загружен оперативно общими силами. Время уже достаточно позднее, но несмотря на это, помочь, погрузить, приехало очень много людей, порядка 80 человек. Борт уже загружается и буквально остались считанные минуты до взлета. Грузовой борт загружен. Всего 60 тонн, в том числе две машины марки «Урал» и «ВАЗ». Вошло не всё. Поэтому оставшуюся часть отправили фурами на следующий день. А это ещё два десятка тонн. Около ещё 20 тонн гуманитарной помощи. Это и продукты питания, и мясо, и тёплые вещи. То, что осталось, не поместило самолёт. Сегодня отправляем фурами. Водителям грузовика предстоит дорога длинная и сложная, особенно в зимнее время. Груз нужно будет доставить за 6 тысяч километров. Дорога в пути 10 дней. В 1984 году я шофёр. Ну, приходится работать, потому что там наши воюют, родину защищают, поэтому надо ехать. Думаю. Очень большую лету внесли органы местного управления, министерство сельского хозяйства, наши чабаны. Следующую такую же акцию мы планируем приручить к нашему народному празднику «Шага». Поэтому, пользуясь моментом, тоже всех призываю, всех граждан наших организаций тоже принять участие, также «Шага». И от главы Республики Тува, правительства Республики Тува и от Республиканского объединённого штаба всех благодарим, кто принял участие на новогодние акции. Спасибо. Помощь от жителей Тувы на этом не заканчивается. Гуманитарную помощь принимают ежедневно по адресу город Кызыл, улица Кочетова, 155, в едином штабе. Дополнительную информацию можно получить по номеру 2-17-44. Внести свой вклад может любой желающий. Главное сегодня – это единство, сплочённость и вера в победу. Инна Клоян, Сайген Бирбюс, Амдан Иргит, телеканал Тува-24.